Всем привет! Меня зовут Маша Жукова. Сегодня я снимаю для вас видео Talk with me. Это что-то типа поговорить со мной, то есть я буду с вами разговаривать. В этом видео я буду рассказывать вам различную информацию, которая будет вам точно интересна, и она будет очень важна. Также я покажу вам письма и расскажу немного о своей поездке в Москву. В данном фоне вы видите такие вот у меня ароматизированные свечки, они очень вкусно пахнут, создают такой уют. И я надеюсь, что вам тоже уютно, как бы это всё как-то более-менее красиво, я не знаю. И главное, чтобы всё сейчас не подгорело. Давайте уже приступим к видео, и я начну с разной важной информации. Вы все заметили, что у меня не было видео на канале около двух недель. Так, сейчас я вам всё объясню, пожалуйста, не злитесь на меня, у меня есть уважительная причина. Просто я великий невезунчик. Всё началось с того, что я сняла подобное видео Talk with me, только я там говорила про даты и говорила, что уеду в Москву. Это было как раз две недели назад. А потом компьютер сломался, и я никак не могла отредактировать видео, никак не могла его выложить. И компьютер должны были вернуть через неделю, прямо тогда, когда я улетала в Москву. И вот, я вернулась из Москвы, и компьютер уже починили, видео можно было редактировать. Но нужно было снимать новое видео, потому что то видео уже не подходило, и нужно было его переснимать. И, конечно, прямо к моему приезду начались различные контрольные, которые я никак не могла пропустить и должна была к ним готовиться. Так я долго никак не могла снять видео. То у меня сломался компьютер, то я улетела в Москву, то у меня контрольные. Потому что я по жизни победитель! Так что да, надеюсь, вы меня поняли. Я очень хотела, чтобы вы меня поняли и простили. Я вообще сама хотела уже давно снять видео, уже соскучилась, поэтому по моей камере. Так что видео снова выходит на мой канал, и вы можете не расстраиваться. Кстати, скоро лето, и видео будет еще больше. И вообще, я хочу поскорее лета, это будет так здорово. Ну и давайте перейдем к следующей теме. Я думаю, что многие из вас заметили, что удалили мое видео времена года зима. Это не я его удалила, нет, я бы не хотела его удалять на самом деле. Его удалил YouTube, потому что оно нарушало авторские права. Просто там в какой-то момент в отрывок играла музыка из Muse. Но это запрещено, потому что у меня нет на нее прав. К сожалению, ничего с этим не поделать. Но я в следующий раз не буду вставлять музыку. Так уж прям заметно. И я постараюсь больше не нарушать авторские права, чтобы мои видео не удаляли, и все было хорошо. Ну я буду продолжать снимать видео времена года, но этот раз будет выпуск номер 2, и он будет весенний, и вы уже увидите его очень-очень скоро. Так что не расстраивайтесь. А самое видео пока не хочу удалять. Я знаю, что многие видеоблогеры удаляют свои старые видео, они им не нравятся по какой-то причине. Пока что я не хочу это, пока что. Может быть, потом когда-нибудь и удалю эти видео. Но это навряд ли случится, потому что, ну, так бы интереснее, мне кажется. Если вы увидите мои видео с самого начала, вы можете видеть, как видеоблогер развивается. И это так здорово смотреть, как видеоблогер все улучшает, улучшает свои видео, свои навыки, все становится лучше. Я надеюсь, что я становлюсь лучше. Я надеюсь, что у меня есть какие-то изменения в лучшую сторону. Да, кстати, напишите внизу в комментариях, есть ли у меня какие-то изменения в лучшую или даже, может быть, в худшую сторону. Если есть какие-то изменения, то напишите мне об этом с моих первых видео до последних видео, что вообще изменилось, нравится вам это или не нравится Мне это очень интересно, и вообще любому видеоблогеру, я думаю, это очень важно знать У меня, конечно, супер атмосферы для видео Просто я снимаю напротив окна, а там чужие окна, там очень близко здание стоит И это как-то вообще очень неудобно, потому что там стоят люди на балконах и смотрят, как я снимаю И это очень странно Привет, людишки! Ну ладно, я постараюсь не обращать на них внимания, давайте пойдем дальше Мне часто пишут сообщения, типа, сделай рум-тур, сделай видео о своей комнате Ну так вот, делаю когда-нибудь видео о своей комнате, но когда мне сделают ремонт Я не знаю, когда это случится, но я очень-очень жду этого И как только у меня случится ремонт, все будет красиво в комнате, то я вам обязательно сниму видео Не точно, но возможно мне сделать ремонт к моему дню рождения или после него Ну где-то так А мой день рождения это 11 июня, я вам уже говорила до этого, но если кто забыл, то она уже не так долго осталась до него Меньше месяца Так что да, мой день рождения 11 июня и возможно мне сделают ремонт Я на это очень надеюсь, по крайней мере Вот все время, когда я помою волосы, они мне становятся какие-то лохматые Я не знаю, они пушатся, пушатся Также у меня очень часто спрашивают про результаты конкурса, кто же победил Я их опубликовала 1 мая в своей официальной группе ВКонтакте Так что, если вы их еще не видели, то обязательно посмотрите И вообще в моей официальной группе ВКонтакте очень много различной интересной информации Так что заходите, ссылка будет в описании под видео Ну что ж, пиарчик моей официальной группы закончен Давайте сейчас я вам покажу свои письма У меня пока что два письма, но я знаю, что идут еще письма И я их очень-очень-очень жду Оба письма прислала мне Кудрина Лера Надеюсь, что все правильно сказала Там стоит ударение Но мало ли я даже с ударением неправильно прочитаю Я уже на оба письма ответила И вообще я буду отвечать на все письма Потому что это как-то невежливо Не отвечать на письма, я думаю Оба письма очень классные Они мне очень поднимают настроение Также она мне прислала вот такие вот милые наклеечки Так что спасибо тебе большое Сообщение, интересно, от кого же? Если вы тоже хотите мне прислать какое-нибудь письмо Хотите со мной пообщаться письмами То присылайте Адрес тоже есть внизу в описании Я буду очень рада Я обязательно вам отвечу Да что такое? Меня прям завалили сообщениями Ну что ж, я уже рассказала вам много разной информации И сейчас давайте я вам расскажу о своей поездке в Москву Это очень интересно, я думаю Совсем недавно я ездила в Москву Примерно неделю, ну чуть-чуть поменьше Ездила я туда не отдыхать, не просто так Я ездила туда Ездила я в Москву на чемпионат России по степу Я танцевала дуэт со своей подругой Мариной Вы ее не раз видели в моих видео Мы с ней танцевали танец под названием Тика-тика Танцевали мы его хорошо И заняли мы второе место Но мы очень рады, потому что второе место тоже очень хорошо Оно призовое Грамоты сейчас на степе, я их не могу вам показать А еще нам выдавали медальки И вот такая вот у меня медаль Ну второе место, серебряная И она очень красивая, мне она очень нравится И вообще я люблю медальки Кто их не любит? Поездка в целом мне очень-очень понравилась Было безумно весело Особенно было круто ехать на поезде Я ездила со своими друзьями Поэтому вообще мы там прям зажигали В общем было очень-очень круто И это одна из лучших поездок И мне очень-очень понравилась Ну что ж, я думаю, что я вам все рассказала И видео, наверное, подходит к концу Так что не забывайте ставить мне пальчик вверх Также подписываться на мой канал внизу И не забывайте писать внизу в комментариях Есть ли какие-то изменения в моих видео С первых до самых последних вот сейчас видео И в лучшую сторону или в худшую Нравится вам или нет А также заходите в мою группу ВКонтакте Официальную Ссылка на нее тоже есть в описании И да, забудь о негативе Живи на позитиве С вами была Маша Жукова Я вас всех очень-очень люблю Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok